По большому счету, то, что Максим открывал, да, и продолжал, и говорил по поводу взывания к Богу, прославления, про то, что Дух Святой, как сказать, когда сходит и наполняет нас, наполняет Церковь, то действительно происходят такие, ну, не только невидимые вещи внутри тебя, но и происходят видимые. Я хочу начать так вот со своего опыта. Однажды я был на одной конференции, 2000 человек там где-то было, наверное, и приехал пастор один, он сам мексиканец, а сам служит в Японии, у него церковь. Ну, и он рассказывал до этого, у него первое там одно было учение, он рассказывал, как тяжело в Японии, потому что там люди такие закрытые, люди якудзы там и так далее, много случаев разных рассказывал. И на другом проповеди он говорил, 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 2000 человек, мы были все в одном большом зале, он говорил, говорил, вдруг он резко прекратил и позвал своего переводчика, взял гитару и начал петь просто. И он сказал, я знаю, здесь разные люди, давайте, говорит, переведите, ему перевели по-русски, перевели его по-японски, перевели его по-испански, на испанский язык. И он начал петь эту песню, и все его начали, все народы, как можно сказать, начали прославлять каждый на своем языке. И была такая простая песня, я знаю, Максим ее знает, там, мы славим Господа за все его добро, добро за все времена, добро. И это люди начали поддерживать, поддерживать. И я просто на себе ощутил физическую такую волну, как будто меня просто такой шторм накрывает такой. И вокруг меня начали люди падать просто. Ну, происходило то, что происходило, да, и не знаю, здесь может тоже кто-то будет падать, может быть, нет, не знаю, когда-то, ну вот, или сейчас, или внутри, я не знаю. Но если бы мне это рассказал кто-то, ну, я сказал, ну, хорошо, потому что видел по телевизору, ну, я в этом участвовал. И я видел, и я знал, кто это падал, потому что я их знал, ну, вот, и знал, как то, что там происходило. И я говорю не про то, что там происходили чудеса такие, а про то, что когда люди объединяются, действительно в свободе восхваляют Бога, то происходит как движение Духа, Духа Святого. И это очень такие опыты незабываемые, это нам нужно, это нас наполняет, чтобы потом передать другим. Это дает нам не только нам жизнь, это то, что Иисус и говорил, что из вас потекут Дух Святой, да, потекут реки воды. Не затекут вас только, а потекут из вас. Вот, я думаю, это то, что имел в виду Иисус. И я хочу, как бы, и поддерживаю Максима, и стараюсь изо всех сил, чтобы, и знаю многие из вас, чтобы мы действительно были в свободе и прославляли Бога. Максим правильно сказал, на футболе там орешь, или там на свиней свинарь, а здесь, ну вот, ну вот, а здесь что вам мешает? Ничто не мешает, но тем более мы перед царем царей, от которого мы зависим. Как Наташа я написал, все через него, да, им и в нем. И как Павел говорил, Дух Святой, на мне, во мне и через меня. Ну вот. Я хотел дальше продолжать и хотел вопрос такой задать. Почему задаю вопрос? Потому что мне на днях пришло одно такое, как бы, внутреннее убеждение. Начинаю, я открыл просто, думаю, ну, начинаю Евангелие читать сначала, и начинаю с Матфея. Начинаю читать с Матфея, с пятой главы. Мне встречается, во-первых, то, что я встречаю в пятой главе, я начал обращать внимание, что Иисус задает вопросы. И у меня пришло такое, интересно, а сколько, например, хотя бы в Евангелии от Матфея Иисус задает вопросов. Я начал читать и начал отмечать. Я не отмечал те вопросы, которые люди задавали, ученики задавали. Я не задавал те вопросы, которые, не отмечал те вопросы, которые в притче, как бы, Иисус, да, там рассказывает, и они сама собой там разумеющие должны быть. Я говорю, живые вопросы, которые он задавал к ученикам, к народу, к фарисеям, к разным людям, да. И я насчитал, может быть, меня кто-то поправит, я с удовольствием, я буду рад, кто это домой придет и будет искать. Но я буду только рад. Я насчитал с пятой по двадцать седьмую главу. С пятой он начинает задавать вопросы, и в двадцать седьмой главе он заканчивает. Двадцать восьмая глава, он ничего не задает уже. Он насчитал шестьдесят семь вопросов, я насчитал. Он задает разной ситуации разным людям шестьдесят семь вопросов. Так, если посчитать на наш современный мир, тридцать календарных дней, да, это получается по два вопроса в день он к нам задает. Еще семь остается, это если у нас тридцать, а если тридцать один, то семь вопросов на тридцать первое число. Да, в общем, можем оставить на тридцать первое декабря себе семь вопросов. Нет, я почему это говорю, что, как делал это мудрый Иисус, потому что вопрос тебя, задавая вопрос, он заставляет твой разум, твое сердце действительно думать, ну, если ты это хочешь. Если ты не хочешь, ты просто это читаешь, как определенную, ну, просто книжку и так далее. Но если ты останавливаешься, и этот вопрос начинаешь перекладывать на себя, и этот вопрос начинаешь перекладывать на какую-то ситуацию, которую ты не можешь решить, или тебе нужен ответ. И если ты искренний, честный, там есть очень такие вопросы, которые ты иногда на него тяжело ответить. Иногда ты даже говоришь, этот вопрос тебя ведет к покаянию даже на данной ситуации. Ты говоришь, да, Бог, я неправ был, извини. Ну, вот, Иисус сделал это мудро. И я хотел просто, как бы, дать такое направление, весть, задавайте вопросы тоже Богу, потому что люди там тоже задавали, меньше они задавали. Но общайтесь с Богом и задавайте Ему вопросы любые. Любые. Но, знаете, как бы, да, я слышал всегда такие, как бы, интерпретации, что, ну, у Бога надо просить, и все, и там начинает, начинает и там, и машину, и квартиру. Да, я не против. Просите, пожалуйста. Ну, я думаю, Богу важно, не думаю, а знаю, Богу важно больше то, чтобы вы спрашивали у Него такие простые вопросы. А почему здесь ты так поступаешь? А почему ты здесь так делаешь? А почему так, а как мне поступить в этой ситуации? Как мне сделать с этим человеком? Иисус тебе будет отвечать. Бог тебе будет отвечать обязательно, если ты будешь это искать, задавать Ему вопросы. Он тебе тоже будет задавать вопросы. У вас появится диалог, у вас появится общение, у вас появятся близкие такие отношения, которые только вы будете знать, да, как отца и сына, да, как отца и дочку, да. Потому что, например, так я являюсь отцом, я знаю, что, например, той же даже маме мои дети не зададут вопросы, а многие вопросы зададут мне. Почему? Потому что они понимают, что мама не может ответить. Так и мы. Мы можем задавать людям вопросы, но мы знаем, где действительно ответ можем искать. Задавайте вопросы, ищите, что Иисус у вас спрашивает. Это очень, как бы, интересно и очень наполняет. Ну, и я хотел говорить так же дальше, продолжать о том, что эти вопросы появляются тогда, когда у тебя есть какие-то личные отношения. Без личных отношений ничего не получается. И я надеюсь, что мы пришли все с Библиями, да, потому что, ну, как бы, это нормально и должно быть. Ну, даже кто-то с современными Библиями, да, с телефонами. Надеюсь, что вы там не сидите, в змейку не играете, в шарики не лопаете. Хотя, может, если помогает, аминь. Ну, мне не важно. Это ваша ответственность перед Богом. И мы откроем 11 главу, 25 стих. Я прочту. Матфея, да, 11 глава, 25 стих. Здесь говорит Иисус, да, Он, до этого, Он, как бы, говорит про такие города, вы сейчас поймете, почему я тоже затрону, про Сидон, про Тир, про Капернаум, про Содом, про Гамора, вот про эти места такие, да, и дальше Он, про суд Он говорит, и дальше Он, в 25 стих, как бы, такое продолжение. Он говорит, в то время, продолжая речь, Иисус сказал, славлю Тебя, Отче Господи, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных, и открыл то младенцам. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне, Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Я здесь размышлял и думал о том, что здесь есть такая короткая молитва, такая, пример, короткий разговор с Отцом, короткий разговор Иисуса со Своим Отцом, с Богом, да. Почему? Потому что здесь написано, в то время, продолжая речь, вдруг Иисус и говорит, славлю, Он начинает прославлять Отца, славлю Тебя, Отец Господа, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных, и открыл то младенцам. Потом я говорю всегда, в 26 стих, как будто накладывается такая пауза, да, и Он прославляет и получает ответ, да, Отец, Он ему сказал то, что он хотел, и говорит, да, Отец, и как бы напоминает ему и говорит, не упрекает ни в коем случае, а говорит, да, Отец, ибо такова Твоя, Твоя воля, Я пришел исполнить эту волю, и Твоя воля была, чтобы утаить от разумных и от мудрых, а открыть младенцам. С одной стороны, можно понимать, что Бог забыл, как бы не клеится, это наш разум не пускает, ну как Бог ничего не забывает, ничего, минуточку. Если, например, мы откроем Бытие, 8 глава, 1 стих, Вы помните, наверное, многие из вас есть такая история про, да, она непридуманная, она реально про Ноя, про потоп, про его семью. И в 8 главе с 1 стиха, мы прочитаем 8 стих, «И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, о всех птицах, и о всех гадых, присмыкающих, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились». И для меня это, как бы, такое ключевое слово. Бог вспомнил. Понимаете? Он не оставлял это, он знал, что это все под контролем, потому что это его власть, но он имеет память. И это подтверждение мы с вами. Ведь мы созданы по образу и подобию его. Мы всегда это говорим, да? Мы говорим, что мы специальные, что мы созданы по его подобию. У нас есть, когда мы, если мы читаем в Библии, есть радость, есть какая-то печаль. То, что происходило, то, что происходило с Иисусом, он все эти человеческие качества, и они же есть в Божии, да? Он имел. И Бог, так как создал нас по своему образу и подобию, он тоже имеет память. И Иисус его не упрекает, а здесь он ему говорит, «Отец, это твоя воля была, и я ее исполнил». Не другими словами, он говорит, не то, что я это не хотел сделать, я просто тебе говорю, напоминаю, что это ты так хотел, я так и сделал. И здесь дальше он говорит уже про близкие отношения. Я, например, в 25 стихе задаю всегда вопрос, ну, раньше задавал, я знаю сейчас ответ. Есть такой, у меня два вопроса. Утаил это что? Да? И открыл то. А что то? Не вы задавали себе такой вопрос, когда читали этот стих? Что утаил это? И что открыл то? Иисус говорит. И здесь понятно, что в 27 стихе он говорит, Иисус, что он открыл и что он утаил. Он открывает для младенцев отношения и утаивает вот эти отношения, которые считаются люди себя мудрыми и разумными. Опять же, я хочу дать определение мудрости. Есть две мудрости. И это написано в Яков 3.15. Давайте прочитаем, чтобы мы понимали и умели разделять. Яков 3.15. Яков 3.15. И читаю. Это не есть мудрость, не сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, где зависть, сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушна, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Бог нам разделяет две мудрости. Есть мудрость, которая мирская, есть Божья мудрость. И я могу понимать, что много мудрых и разумных людей, которые не знают Бога. Да? И почему? Потому что действительно есть какие-то умы, которые говорят, как правильно сделать, как что-то правильно, может быть, по мирским точкам поступить. И мы говорим, о, мудрый человек. Но Бог это отодвигает. Он это, он говорит, что это не подходит. Он говорит про мудрость, которая сходит выше. А откуда мы можем брать мудрость, которую свыше? Только имея отношение с Богом. В Якове также написано, да? Мы это знаем. Еще прочитаю. Так же написано, что кто хочет просить, у кого, если, пятый стих, если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему. Для меня здесь ключевое слово, если вам не хватает. А что такое не хватает? Значит, уже что-то есть? Уже что-то есть? Значит, у вас есть уже отношения с Богом, но вы не знаете, как поступить, как делать. Просите. Тогда он говорит, я дам это вам. Но если у вас нет каких-то отношений с Богом, этот стих не работает. Потому что люди иногда путают. Они не хотят никаких отношений. Они находятся в какой-то просто атмосфере. Они не пребывают в молитве, они не изучают слово. Они не имеют тайной комнаты, они нигде, ничто. Просто они ходят, как народ, да, считают, что он народ Божий. И говорят, Бог, дай мне мудрость. Бог не дает мудрость, потому что у тебя ее нет, у тебя нет отношений. Но если у тебя есть какие-то отношения, и ты хочешь еще больше добавить, да, если тебя не достает до чего-то, Бог тебе дает. И здесь дальше, я вам говорю про это, про то, что есть люди как бы мудрые этого мира. Есть Божьи люди мудрые. И здесь написано и разум. Бог не убирает разум. В Библии очень много моментов. Он говорит мудрость и разум. Получается для меня мудрость Божья плюс разум. Ум Христов, когда он говорит, имейте ум Христов, как Иисус думал, как Бог думал, имейте эти мысли. Это все Божья мудрость, да, плюс ум Христов, разум, да, Божий. Соединяем, мы получаем мудрость, которая свыше. Вот она. А если мы соединяем мудрость этого мира плюс знание этого мира, мы получаем для меня хитрость. Знаете, даже тут такую поговорку? Мудрый в гору не пойдет, мудрый в гору обойдет. Прочитательно, да, кажется? Ух, хорошо. Но для меня наоборот. Это не христианское, не библейское учение. Почему? Потому что мудрый идет в гору. Потому что мудрый идет на Голгофу. Мудрый идет на гору Сиенай. А хитрый не идет. Он хочет обойти эту гору. Он не хочет приближаться наверх туда. Он хочет обойти эту гору. Вот для меня то, что здесь говорит Иисус. Есть люди, которые думают, что они знают все, как должно быть устроено и так далее. Как, где Бог, где его нет и так далее. Он говорит, я это закрываю. А вам, младенцам, которые... Почему он сравнивает с младенцами? Для меня потому, что младенец это тот, который готов принимать все. Петр говорит, духовное молоко. Питайтесь духовным молоком. Младенец лежит, смотрит на тебя. Он даже не говорит ничего, но он узнает маму и папу. Чужой подходит, он иногда улыбается, иногда нет. Но маму и папу он узнает и готов принимать все, то, что мама или папа дает. Без каких-то условий. Но здесь и мудрые, и те, которые знают, как все делать, Иисус их отодвигает. Он говорит, я это закрыл. Ты, отец, это закрыл. А младенцам, которых я решил, которых я решил открыть, они будут иметь это. Они будут видеть меня, видеть тебя. И он говорит, что сейчас вы видите меня, вы слышите меня. Многие хотели бы это. Ну, я здесь, вот, никто не видел Бога. А сейчас вы видите, я отражение. Потому что я сын. Наверху отец. И отец во мне. Я в нем. И сейчас я все творю, то, что он мне говорит. И это очень важно. Я имею в виду про эти отношения, которые даже здесь Иисус показывает. Про личные отношения. И дальше. А, это в 11 главе. А в 13, я сейчас также хотел задать вопрос. Мы сейчас перейдем в 13 главу. Я, например, там подходил к ребятам, к Максиму, и сейчас к вам хотел спросить. Как вы можете определить, дать определение, то, что вы ученик Христа? Ну, Библия определяет. Одно из определений. Давайте так. Потому что есть некоторые моменты. Одно из них я сейчас затронул. Одно из определений. Какое мы больше всего говорим? Иоанна 13, 35. Давайте я открою. Вы можете не открывать. Иоанна 13, 35. Очень хорошее определение. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Самое лучшее определение. Но для меня этого мало. Для меня этого мало. С одной стороны, это все, но мне хочется еще что-то найти, что может определять, что ты ученик Иисуса Христа. И я сейчас как бы хочу вас немножко, ну, как бы, перенести не в современный, ну, полусовременный в то время, ну, и затрагивая это. Ну, чтобы ваше воображение, например, немножко теперь сейчас заработало. Такая просьба. Давайте забудем на минуту, буквально, что вы читали, вы дочитали только до 13 главы Матфея. Дальше вы не знаете ничего. Или вообще не читали никогда Библию. Вот представьте, что вы тот человек, который никогда не читал Библию, не знает, просто слышал, что есть кто-то, как по имени Иисус. И в 13 главе, с первого стиха, я прочитаю, написано. «Выйдя же в день то, из дома Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народу. Так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу и поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на место каменистое, где немного было земли, и скоро зашло, потому что земля была не глубока. Когда же произошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, выросло тернии, и заглушили его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши, слышит, да слышит». Представляете себя? Сейчас, я не говорю про современный мир, в то время пришел человек, вы думаете, ну сейчас мы услышим то, что он нам скажет. Вы не знаете продолжение Евангелия? Вы никогда не читали? И он рассказывает вам, вышел сеять, и все это раскидалось. Одно упало сюда, другое птицы поклевали, третье сорняки съели. Но осталась хорошая земля, и она подала плод. И уходит. Ваши мысли. Он уходит один кто-то. Ваш комментарий по отношению к этому человеку, по отношению к Иисусу. Странный. Зачем он это нам говорит? Что он нам хочет рассказать, как сеять? Зачем он нам это говорит? Что он, ну, наверное, о, он имел в виду то, что мы плохо в землю, может, спахали. Да нет, ну птицы налетели, сказали, это нормально, это 10% зерна мы всегда теряем. Нормально. Да, а, нет, он просто, наверное, привел в пример какого-то там, я не знаю, беспонтового плохого сеятеля, который ничего не сделал, как-то раскидал и плохо сеял. Вы представляете, вы сейчас свои мысли представляете на минуту? Представьте? Что? Теперь у меня вопрос. Вы хотели бы, чтобы вам пояснил Иисус то, что Он имел в виду? Или вам достаточно этого, осудив, оскорбив, не поняв, ну, просто оставшись нейтральным и пойти домой чай пить? Или, я не знаю, там, виноградное вино. Вот здесь стоял выбор. Вот здесь стоял тонкая грань. Я сейчас понимаю, почему Иисус так взял. Здесь стояла тонкая грань ученичества и просто народа. Дальше написано, приступили к Нему ученики и начинают задавать Ему вопросы. Да, почему ты говоришь притчами? И Он же говорит, дальше Он говорит, вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Если смотреть Евангелие, когда Иисус хотел обозначить своих двенадцать апостолов, Он всегда говорил, и были эти двенадцать. И пошел в гору Петр, Иоанн, Иаков, преображение. И послал подвое, и пришли к нему семьдесят. Здесь написано, ученики, я уверен, что здесь не было двенадцать, которым Он объяснял. Ибо Он здесь говорит, вы же, 14, вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. И начинает уже в маленьком круге, в котором уже ученики, которые люди захотели пойти за Ним, иметь с Ним какие-то отношения, выслушать Его, Он уже им начал объяснять. Те, кто не хотел, они пошли домой, осуждая, критикуя, и говорят, какой-то беспонтовый и сеятеле, и он, и вообще, какой-то сумасшедший, странный. Но кто хотел стать учеником, ибо Библия об этом говорит, он пришел, и Иисус начал объяснять и говорить. И это означает это, и это означает это, и это означает это. И для меня здесь есть личные твои отношения. Если ты хочешь быть учеником Христа, тебе нужно обязательно иметь эти личные отношения с Богом, чтобы Бог тебе открывал, помните, с чего мы начали, с вопросов, чтобы вы могли иметь возможность задавать Богу. Бог бы задавал вам вопросы, Он бы отвечал, вы бы не всегда отвечали, но старались отвечать. Вот эти и есть взаимоотношения личности. Один из пунктов, который, я для меня определение ученичества, когда человек желает, и его желания потом перерастают в жизнь. Это видно. Это видно потом всем. Это видно потом всем. И эти отношения, они как бы начинают являть любовь. Но для меня есть любовь Христа, любовь Бога к нам. И есть любовь тебя к Богу и к людям, да? И я хочу определить такие, ну как бы термин «любовь». Когда мы в русском языке говорим слово «любовь», мы туда просто, мы не думаем, мы говорим, все, люблю Богу, люблю жену, люблю мужа, люблю детей, и все, у нас слово «люблю». Ну, оно как бы, дальше мы уже там сами догоняем. Когда если вот слово «любовь», если еще стоит кто-то, да, или что-то, мы тогда определяем, что мы любим, кого и как мы любим. Но в греческом языке нет такого, да? В греческом языке слово «любовь», оно как бы состоит три составляющих. Есть три слова, которые в языке используются и в Евангелии используются. Есть слово «эрос», «любовь», и от этого слова пошло «эротика». Это нормально, Бог сказал Адаме и Еве, идите, владитесь и размножайтесь. Ну, они же не на деревьях сидели, мы уже знаем, как, да, мы взрослые все люди, понимаем, как размножаются, да, ну, извините, там, и дети появляются. Но это нормально, это нормально. Потом он говорит, другое слово есть в Библии, филел. Это брат, брат, сестра, папа, мама, такие отношения, друг. Есть, да, агап, совершенная Божья любовь. Если в нее можно много вместить, но самое то, что, как бы, такое короткое определение, это отдать жизнь за другого. И в это слово «агапы» и включает в себя, она Божья любовь, и «эрос», и «филел». Немножко заморочено, как триединство, но это так и есть. И здесь мы читаем самую большую, какую любовь, в которой стих мы больше всего цитируем. Иоанна. А кто знает, запусти на экран, пожалуйста. Иоанна 3,16. Давайте прочитаем. Чуть-чуть сейчас. Чуть-чуть. Я быстро бы закончу потом. Вы читаете? Вы быстро читаете? Тоже надо быстро читать иногда. Потому что надо, и это так приходит так. Но я люблю больше читать, когда восстанавливаюсь, и меня что-то трогает. Я останавливаюсь, начинаю крутить. Читаем. 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Все знают мы изумство. Вы когда-нибудь медленно его читали? «Ибо так возлюбил Бог мир». Как? Ну, как он взлюбил? Сильно. Почему это вы взяли так, что это сильно? Он его возлюбил. Ну, в Евгении написано. Отдал. Куда? Когда? Ну, ты Евангелие-то дальше тоже, ты уже знаешь. а здесь бог говорит никодиму он еще не знал об этом сломал понимание что я начал задавайте вопросы для меня очень все понятно написано в библии что он подобился человеку он не приготовил его в 30 лет отдал и сразу все завтра на крест он пошел он родился страдал дал пример и бог наблюдал за этим я думаю что в такой степени что иногда хотел не 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 нужно забрать его обратно потому что это сын у кого есть дети очень хорошо мне мама всегда раньше говорил вот будут свои дети ты поймешь ягода ладно я понимаю вот когда стали свои дети я понял и наверное бог то нету здесь хорошо никто не принимал я не знаю какие мысли можете просто думать расширяя свое сердце но так возлюбил что он самого рождения не подготовленного на следующий день на крест самого рождения пройдя этот путь созидая сострадая подчиняясь страдая голодая молясь все 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 это на прошло оставил чтобы мы имели это понимали это понимали это то что он сделал в человеческом образе и закончил действительно вот этой любовью агапы умер на кресте многие носят крестика золотой красивый ничего ничего красиво там нет для меня я читаю там ничего красиво не было там была кровь там были раны тому человек там иисус задыхался там все смеялись над ним но есть люди которые одевают крест или ставят какое-то красивое место да самое украшает тоже ничего красиво не один разбойник другой разбойник но и ходили все и только смеялись но это то что иногда люди делают не зная библии вот эти иногда мудрые люди вот эти разумные люди которые как бы знают иисус сказал я это закрываю для них для вас для младенцев я открываю и для меня здесь вот это как раз любовь божья который он привел к нам если смотреть библию изначально мы видим библии брать адам и еву они были в этой покрытии в этой любви божьей они не нуждались ни в чем они не проявляли себя кому-то бог дал сказал им что делать они это делали да но когда пришел грех он отрезал он растворил эту любовь он разломал вот эту защиту которая у них была почему потому что они жили в агапе для меня они жили в божьем любви и они знали законы божьей любви но когда зашел грех когда ева сорвала плод дала бог искал адама адам начал я здесь грех вошел адам ты где он начинает прятаться и когда бог приходит я вот согрешил потому что он как глава как мужчина ну что он делает почему он так делал потому что грех уже начинает от божьей агапы от божьей любви он говорит это она которую ты мне дал ты мне дал я вот про что мы должны думать что грех много раз отделяет нас от любви божьей иногда мы даже не замечаем этого как но мы теряем вот это вот это любовь агапы мы переходим в любовь эрус или в любовь филео который можно всегда предать люди так и делают супружеские да все это разлетается я знаю это но брат брата предает друг друга предает но если ты прививаешь в агапы да нет места греху там не даешь места греху ты под покровом божьим это любовь тебя защищает и дальше если мы можем смотреть про я начал себя спрашивать интересно а когда библия мы немножко разобрались божья любовь по отношению к человеку а когда проявилась в библии я про библию говорю я не говорю про как мне одна девушка сказала ну мы говорили про библию у меня одна девушка сказала ну по логике понимать ну какое-то место писания если по логике понимать то это будет хорошо ну вот мы и так и действуем ну максим знает я говорю нет ну действуйте я не с вами я не буду я буду действовать то что библия говорит потому что проверено а то что ваша логика она может завести бесконечность и там вы утонете в ней и я хочу начал искать что библия говорит где проявляется первая любовь по отношению человека к человеку никогда не задумывались об этом где она начинается многие мне скажут некоторые мне говорили Адам Ева Ева дала плод хотя вы говорите яблоко ну в библии не написано яблоко рисуют в телевизор там написано плод она дала ему плод как бы хорошо позаботилась но для меня это не любовь она знала что это плохо она передала зло 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 ибо хотела уйти от ответственности это происходит в нашей жизни с одной стороны мы иногда делаем знаете такое выражение медвежью услугу да как бы делаем вроде бы хорошо а на самом деле мы хотим уйти от ответственности перекладывая ответственность на другого человека это происходит это в библии написано не я придумал и для меня не этот пример где Ева угостила Адама как бы заботиться накормить нет он мне кажется толстый был можно было кушать все ну не важно ну вот не написано и с другой стороны можно смотреть про то что когда ноль строил ковчег да но ноль строил ковчег он ну и знаете написано как в первом показе что ноль он проповедовал жизнь своей не говорит что он всех заставлял и говорил давайте покайтесь ибо вы все покинулись быстрее ко мне на ковчег написано бог ему дал четкое повеление он сказал войдешь ты ты твоя жена твои 10 все 8 человек все и кого я приведу он сказал животных кого я никого ты поймаешь бог четко дал инструкции и здесь он никуда не поспоришь ну вот и как бы да что ноль строил можно сказать что ему там помогал кто то и там это кто то вот она любовь нет в библии этого не написано для меня в библии написано другой момент когда началась действительно любовь человека к человеку это бытие это ноль бытие я сейчас открою я вам прочитаю это девятая глава сыновья ноя вышедшие из ковчега были сим хам и афет хам же был отец ханана сии трое были сыновья ноя и от них населилась вся земля ноя начал возделывать землю и насадил виноградник и выпил он от вина он вина и опьянел и лежал обнаженном шатре своем и увидел хам отец хана наготу отца своего и выйдя рассказал двум братьям своим сим же и афет взяли одежду и положив его на плечи свои пятись пошли и покрыли наготу отца своего лица их были обращены назад и они не видели наготы отца своего ноя проспался от вина своего и узнал что сделал над ним меньший сын его и сказал проклят ханан рабом рабов будет он у братья своих потом сказал благословен господь бог симов ханана ханан же будет рабом ему да распространит бог и афет и да вселиться он в шатрах симонах ханан же будет рабом ему и жил мой после этого потопа 350 лет вот вот она первая любовь где проявляется человек не было никаких повелений господней была вот эта внутренняя убежденность вот эта внутренняя любовь где любовь покрыла наготу ноя мы были с максимумом на благословении на свадьбе в субботу и умоложен был мне намерили вот этот стих мне сказал у них был стих где они футболист любовь все покрывает у меня такой вопрос к вам вы думали когда-нибудь об этом любовь все покрывает я вчера раз разговаривал с одним другом он говорит ну понятно покрывает все я говорю ну что все в нашем мире сейчас вот это можно все все а вот здесь я ему не все а вот здесь он сделал так все покрывает ну я могу там это потому что все покрывает а вот он такой потому что он там тогда то и вот сюда и так все написано покрывает и здесь меня очень я ему говорю дай мне какой-нибудь пример, он говорит, я не знаю, я говорю, ну, современный пример для меня, например, ты спишь, вдруг тебя быстро позвали, ну, или ты там, ну, бывает, устал, разленился, кровать не заправил, да, покрывало, кинуло, и все. Внутри там мусор, образно говоря, все, ну, все покрыто, ничего не видно. И любовь Божия делает так. Но ты знаешь, что это там есть, и ты знаешь, что тебе надо это убрать. И ты потом приходишь и застилаешь, и покрываешь уже красиво. И любовь Божия для меня поступает так же. Она покрывает грех, она покрывает какую-то ситуацию от человека к человеку. Ты знаешь, что он сделал что-то такое ужасное, плохое, да, да, но ты покрываешь его своей любовью, чтобы это дальше не распространялось, чтобы другие это не видели. И там человек начинает свои отношения, начинает в этой любви ремонтировать свое сердце. Вот так для меня работает любовь, которая все покрывает. И здесь вот очень хороший пример. Один зашел, вышел в радость и всем рассказал, какой отец у него плохой. А другие даже не смотрели. Они покрыли его, не одеял, они покрыли своей заботой. Им было стыдно, им было больно. И они даже не могли себе представить, как они могут это рассказать кому-то. Ибо мы любим тебя, отец. Мы покроем это все. И за это они получили благословение. А этот получил проклятие. И если читать дальше, откуда пошли? От него, который по хананеи, да? Откуда пошли? Там, здесь написано, филистимляне. От этого сына, который пошел в проклятие. Который получил одно проклятие. И от него пошли все остальные народы, злые сердцем и так далее, и так далее, и так далее. И здесь вот я как бы хотел заканчивать и сказать, что задавайте Богу вопросы. Не стесняйтесь. Ищите от Него вопросы. Ищите мудрости Его. Благословляйте. Покрывайте любовью. И распространяйте Слово Божие. Бог вас любит. И пусть благословит, как Максим говорил, чтобы мы до следующего воскресенья не ходили, а бежали. И прибегали сюда, и восхваляли Бога, прославляли Его творение. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.